Дарить добро теперь станет намного проще. Храм Успения Божией Матери получил в дар от металлургического завода вот такую социальную столовую на колесах. Получить горячие обеды и сухие пайки смогут еще больше нуждающихся. В руках настоятель храма держит заветные ключи от новой передвижной столовой. Название полностью себя оправдывает. Внутри фургона есть термосы для горячих обедов, посуда, контейнеры. О таком приобретении здесь мечтали, но не ожидали, что машина появится так быстро. Благословляясь, освящаясь в колеснице, а кропотная води священная. Во имя Отца и Сына и Стогодуха. Аминь. Водителем будет прихожанин храма. Такое приобретение позволит расширить географию оказания помощи. Добровольцы планируют еженедельно привозить в разные районы, области горячие обеды и одежду. Кстати, готовить обеды для столовой на колесах будут и повара Новгородского металлургического завода. Мощности столовой более чем предостаточно. Столовой занимается питанием наших сотрудников. в первую очередь. И, конечно же, в параллели подключилась для того, чтобы организовать питание для социальной столовой. Символично, что событие состоялось именно 4 ноября – праздник Казанской иконы Божьей Матери. И День народного единства. По этому случаю благотворительный обед в этот день был большим и праздничным – на 450 человек. Это вообще замечательно. Люди все сюда ходят. И в церковь, и в столовую. У нас очень много людей, которые, к сожалению, сами не могут прийти сюда, в храм, и поесть в благотворительной столовой. Поэтому мы развозим им по домам. Кроме того, сейчас очень много болящих людей. Социальная столовая на территории храма работает два дня в неделю – в субботу и в воскресенье. За эти дни питание получают до 200 человек. Тем, кто не может прийти лично, помогают близкие и волонтеры движения «Родные люди». Горячие обеды они развозят на своих машинах. Мы много лет занимаемся гуманитарной помощью в плане обеспечения людей обувью, одеждой и всем необходимым для жизни. И поэтому у нас уже есть те приходы и те места в Новгородской области, куда мы эту одежду и обувь возили. Поэтому они с радостью примут и помощь горячими обедами и продуктовыми наборами. Это еще только начало большого пути, говорят добровольцы движения. В планах у организаторов – создание горячей линии. С ее помощью волонтеры будут принимать дополнительные заявки о помощи малоимущим. Екатерина Приписнова, Максим Лебедев. Новости. Новгородское областное телевидение.